Всем привет, это YouWebDesign, меня зовут Александр Гончаров. А меня Никита Тарасов, привет. Вышло Windows 10. Адаптивное изображение. Яндекс.Браузер. Погнали! YouWebDesign. Твой друг в мире веб-дизайна и разработки. Ну, прям начнем по списку, как мы уже сказали. Наверное, на этой неделе такое самое главное событие, которое потрясло вообще всех, не только из мира веб-дизайна и разработки, но и просто пользовательского, консюмерского рынка. Это анонс Windows 10, выход превью версии и вообще вот вся возможность, что-то как-то, да. Здесь мы приложим ссылку с The Verge. Здесь порядка 30 статей, да, 30 статей по поводу того, все, что необходимо знать. Но и расскажем такое самое главное. То есть я бы вот прям эту картинку оставил. Она очень сильно характеризует вообще все, весь этот апдейт. То есть если вы смотрели Keynote, то там ребята сказали, что это прям один из самых важных там шагов в истории Windows, потому что всю операционную систему прям переписывают с нуля. И теперь она изначально задумывается, как они сказали, Mobile First и Cloud First архитектура. То есть для того, чтобы операционка работала на всех устройствах, даже вон там, если вы видите, здесь что-то типа Raspberry Pi, которое работает там даже без экрана к нему. То есть можно подключать. Там и то будет Windows 10, Windows 10 стоять. То есть здесь все телефоны, планшеты, полупланшеты, ноутбуки, персональные компьютеры, Xbox. И вот эта штука, я не знаю, это намек на Windows TV какой-то, или просто это какой-нибудь вывод на телевизор. Но, может быть, тут Microsoft что-то и припасла. Ну, то есть... То есть ты хочешь сказать, это вот не дизайн заменили, вот пуска, а именно, чтобы переписали вообще все? Ну, так сказали. Я не знаю, насколько можно верить. Потом ребята как-нибудь сурсы будут проверять, как обычно там сурсы Apple-овских прошивок смотрят, ищут упоминания новых устройств. Но, да, они сказали прям, что полностью все новое. И новый магазин, который универсален для всех устройств, то есть, ну, примерно так же, как сейчас iOS, то есть на любом iPad или iPhone у вас все куплено. То, что было где-то куплено. Здесь вот так же на всех платформах, в том числе на Xbox. Может быть, будут какие-то эксклюзивные приложения, там Xbox only или что-то еще, ну, там какие-нибудь игры крупные. Хотя, я думаю, они от... Так, нет, Steam нет в Xbox, что-то я уже все. На PC от Steam они, конечно, не отойдут, но вот какие-то такие повседневные приложения, там, кулинарные рецепты, я не знаю, Twitter, Facebook, вот если не закроют, конечно. Заметки. Да, погода. А подожди, ну, Windows 10-то ты раскроешь секрет? Почему 10, а не 9, не 8 с половиной? Ну, это не то, что я прям секрет раскрою, но вот на Keynote есть две версии. То есть, официальные, которые сказали на Keynote, то есть, это настолько важно, что хотели сделать Windows 1, то есть, настолько важное обновление, как OneDrive, но здесь они этот мотив написали One Product Family, One Platform, One Store, то есть, все такое One. Но поскольку Windows 1 уже была сделана, там у них была шуточка, что уже Билл Гейтс, там, с такой, с этой, с дискеткой 3,5-дюймовой стоит, что уже есть Windows 1, поэтому, ну, вот, Windows 10, то есть, единичка здесь тоже есть, вот так. А неофициальная версия, но внутри Microsoft такие шутки ходили, ну, судя по тому, что слили в сеть, это то, что очень много third party, как по-русски, сторонних приложений написано, которые используют код, и там, если версия Windows начинается с девятки, то, типа, экзекьютить код Windows 95, 98, а в противном случае идти дальше. То есть, а здесь, если будет Windows 9, то она будет под то условие попадать, ну, я сомневаюсь, конечно, что кто-то так пишет на самом деле, но, ну, хохма была такая, то есть, вот, да. То есть, не пускать вообще всех, кто на девятой винде не пускал бы их никуда. Да, ну, нет, им бы просто старую версию, вот с этим таким интерфейсом, ну, я даже не знаю, на что они проверяли, может быть, NetFramework один бы только у тебя бы работал, без каких-либо новых библиотек, то есть, ну, да, тут такое. Ну, да, из изменений вот этот переработанный пуск универсальный, который уже там включает в себя, в том числе, вот этот метро, или как он сейчас, не метро, а просто там какой-нибудь там UI, ну, а не метро же, там кто-то отсудил это название, мы уже... Самой метро. Да, видимо, сам магазин. Вот, ну, можно переключать это, как я понял, между вот таким гибридным видом и полностью фуллскрин метро. Все вот эти нативные приложения, которые запускались в этом плоском интерфейсе, теперь можно запускать в окнах, запускать по нескольку. То есть, ну, наверное, по аналогии с Apple и OS X будет экономия энергии какая-то, то есть, если они в фоне работают внизу, то они там почти все процессы приостанавливаются, то есть, такая песочница уже нормальная, налажена. И на этом фоне можно несколько рабочих столов в рамках одного устройства делать, то есть, ну, как вот здесь у меня рабочий стол один, вот можно второй тут добавить и так далее. И это не будет там отдельный монитор, это именно в рамках одного и нескольких рабочих столов. Вот это то же самое будет теперь в Windows 10. Голосовой помощник Cortana. Ну, то есть, вот здесь вот эта девочка, это, по-моему, она, хотя я могу ошибаться, я вот вообще... Ну, короче, как Siri, чтобы все понимали. Да, и чтобы все понимали, как Siri, и чтобы Cortana понимала, ходят слухи, что русский язык там будет. Я не представляю, как быстро... Бомба будет. ...с релизом или нет. Ноутбук, ты по-русски говоришь, ну, открыть... Наконец-то можно будет, да, серфить интернет уже голосом. Все этого так хотели, ждали, и вот да. Ну, на самом деле, непонятно. То есть, суть Siri же не только в самой Siri, в том, что она распознает, в том, что у Apple большое количество партнерств с разными сервисами. Там, Вольфрам, который там вам считает, всякие там химические там и так далее штуки дает. Ну, какие-то там Yelp, возможно. Ну, вот что-то такое. Если Microsoft с ними стратегическое партнерство тоже заключила, то тогда, да, это прикольно. А если у них не будет никакой интеграции, они будут все свое городить и через Bing это еще делать, то, наверное, конкуренцию не очень составят. Но, тем не менее. Будет просто скучно, и костыли какие-то непонятные. Ну, будет просто голосовой помощник. Он будет... И максимум, что можно будет, это серфить, ну, сам компьютер и веб, да. Ну, и, наверное, самая такая ключевая новость для нас, разработчиков, это, наконец-то, добавили копипейст в консоли. То есть, ну... И это, наконец-то, можно... Может быть, даже и саму консоль доработают по-человечески, чтобы это прям инструментом стало, чтобы это не какая-то преграда была для того, когда надо какие-то серверные скрипты в PowerShell'е написать, а просто, ну, чтобы больше и больше людей в это интегрировалось. Можно будет свой бэкграунд поставить. Да, можно со стек оверфлова, наконец-то, будет копипастить и не перепечатывать. И вот они, все хреновые системные администраторы отсюда и появятся. Ну, я думаю, переходим к следующей новости. Следующая новость. Все, все точно услышали про новый пикчер-элемент. Вот давай покажем, что просто вот пикчер-элемент. Да, и уже были статьи на хабр-хабр, и везде было, в общем. Но я думаю, вы все еще не поняли, что к чему. Вот мы сейчас вам объясним. Суть пикчер-элемента, кроме того, что это все будет быстрее работать там, и вы это все равно не заметите, но это будет действительно быстрее работать чуть-чуть. Ну, в смысле, что на разных девайсах будут более маленькие картинки вам подгружаться, ну, если вы это пропишите, и вы сэкономите там какую-то часть трафика. Но тут это не главное. А главное-то, суть в том, что это будет какая-то, это будет больше к дизайнерам, на самом деле, вопрос про пикчер-элемент, потому что нужно будет писать, ну, я не знаю, код, давай потом покажем. Я просто скажу, что это будут совсем кардинально разные картинки, пикчер-элемент будет подсовывать разные картинки. То есть не то, что вы одну и ту же картинку просто сделали меньше, 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 а вы поезли и вообще, может быть, вообще другую картинку заменили. Санта-пикчер-элемент будет подсовывать, просто что вы ему скажете, то есть, да, но его разумнее всего использовать для вот таких арт-бейст, арт-дирекшн этих решений, потому что, ну, для того, чтобы как-то просто кадрировать. То есть от того, что вы просто сожмете, вы могли и до этого JavaScript-библиотеку Picture Fill подключить, и как бы у вас бы все эти изображения сжимались по ходу этого, и вы бы экономили там 5 килобайт трафика, это никому не интересно. А тот факт, что у вас будут меняться с изображением в зависимости от контекста, но он открывает какие-то уже широты для юзер-экспириенс дизайнеров и вообще. Ну да, то есть я вот говорю о том, что, во-первых, это работает, полностью это работает только в Chrome 38, вот тут даже написано это, вот. Причем в Яндекс.Браузере-то и не работает, так это выяснилось, потому что только не меняется как-то. Не меняется, да. Вот, а в других, ну, в Safari, то есть в каких-то уже только для разработчиков версиях и так далее, и так далее, то есть только Chrome 38, пока Picture Element держит полностью. Да, ну и тут справедливо нужно заметить, что не стоит везде использовать этот Picture Element, потому что он очень строго использование показывает, то есть если я какие-то картинки в Picture Element написал, он только их и будет браузер использовать, исходя из вот этих медиазапросов, там, min, width 45, там, 32, ем, там, в пикселях, как угодно вы укажете. И в таком случае, даже если у вас большой экран, у вас все равно может быть хреновое интернет-соединение, и здесь браузер не будет никак делать вам поблажкин, загрузить самое здоровое изображение, а если вы будете просто использовать атрибуты SRC Set и Sizes, то, допустим, у Inga браузер будет это использовать скорее как рекомендации. Если вы реально зайдете с большого экрана, но у вас хреновое интернет-соединение, он загрузит картинку поменьше, просто ее растянет, но вы будете это ожидать, потому что у вас медленное интернет-соединение, и вы хотя бы не будете ждать, ну, там, что-то полузагруженное, полузагруженное, поэтому, ну, вот, Picture Element разумнее использовать именно вот для таких решений, когда у вас четко продуманный user experience, для каждой платформы у вас своя картиночка, кадрированная особым образом, тогда да, в противном случае, ну, просто использовать эти новые атрибуты, ну, и да. Ну, давай подожди, давай покажем код, чтобы все понимали, просто код Picture Element, вот, что он пишется в Source, пишется картинка, конкретно размер, ну, это Source, как HTML5 Video, там тоже Source, также используется. Да, преемственность, вот, это HTML5 API они соблюдают. Вот, ну, это, значит, разные пути, а давай еще SRC Set, вот, покажем, что это, где это, как это. Ну, вот, это опциональный атрибут, в который можно закидывать тоже несколько изображений, но в рамках одного медиа-запроса, например, по плотности пикселей их разбивать, то есть, если у вас ретина изображения, ну, то есть, взять, допустим, 320 пикселей по ширине, это обычные 4-й, 5-й 5S iPhone, но, допустим, если у вас все еще там 3GS где-то сохранился, то можно не ретина изображения, ну, просто выдать, а на четверках, пятерках уже полную ретину, и там на шестерках уже там 2X плотность пикселей, там не полтора, то есть, ну, там у всех этих девайсов, особенно у андроидов, очень разная плотность пиксела в зависимости от того, сколько денег вы занесли в корейскую компанию, вот, и поэтому вот это все тоже можно прописывать, но это скорее вот, да, для сохранения именно трафика, то есть, это уже более такое практичное решение, то есть, используйте src set, не бойтесь, если вы перед этим написали какой-нибудь дефолт на src, то будет просто он использован в качестве фоллбека, ну, и в самом пикчере вы можете сорсами, ну, такие, эти, как это, разные указать, а в самом конце имидж указать, и он как фоллбек будет использовать, если браузер не поддержит, пикчер элементы, он только последний имг вам просто покажет и все. Да, то есть, надо использовать с умовами на пикчер элемент, не то, что просто так взять и его везде набахать. Да, потому что в противном случае вы пацанов с модемным соединением, но на больших мониторах оскорбите тем, что заставить их в Full HD изображение скачивать, им это просто не надо. Есть такие, да, которые через USB соединения сидят. Да, да, через модем в саду. Но у них там... Но у них iMac. Студия, да, Mac Pro еще. С двумя этими, как это называется-то у них? С двумя урнами. Нет, в смысле, что это Cinema Display Apple. Вот все, да, вспомнил. Вышел Drupal 8. Многие, наверное, даже не знают, что такое Drupal, тем более 8, но вот есть такая CMS, написанная на PHP. Система управления сайтом. Да, наравне... Ну, она держит там какое-то третье место в мире после Joomlai и WordPress, или WordPress и Joomlai, я не помню. Кому как нравится, короче. Да, кто в каких заблуждениях любит пребывать, вот в таком порядке и называете. И вышла, наконец-то, первая официальная бета 8-й версии. 8-ю версию еще с 2011 года начали разрабатывать, вот 3 года как-то домучили ее. И вроде как бы, ну, Drupal 7 многие не любили за то, что за большой HTML-блот, то есть большое количество тупых элементов, каких-то рэперов и так далее. Это все можно было темами кастомить, но сам Drupal еще добавлял неимоверное количество, то есть, ну, сама разметка была очень неоптимизирована. Непонятно, зачем это было сделано, но вот так. И комьюнити не очень большое, мало каких-то расширений, я не представляю вообще... Ну, это для каких-то корпоративных решений, там, в Индии, в Америке используется. То есть, ну, ее используют, но непосредственно почему ее используют, для меня всегда была загадкой. Напишите в комментариях, если у вас есть какие-то конкретные доводы. Я, конечно, могу загуглить, но зачем? Вот. И из нововведений здесь стоит указать то, что, наконец-то, объектно-ориентированное программирование, namespacing из PHP 5.4, теперь используется в ядре Drupal, то есть, ну, темы за вас никто не будет писать, хорошие, но в ядре используются. Современные библиотеки, типа, фреймворка Symphony 2, с кусками будет использоваться, Composer, PHP тоже это все будет. И здесь, на самом деле, это двоякая, на мой личный взгляд, все, ситуация, потому что за вот этой сложностью кода, ядра и так далее, будут накладываться, ну, какие-то, наверное, ограничения на разработчиков тем, по тому смыслу, что порог вхождения будет довольно-таки большой, если вы не представляете, как с этим всем работать, вы напишите корявую тему, и все это будет хреново использоваться, то есть, это все в админке будет здорово, а на фронт-энде у вас все равно будет, ну, бред. Поэтому неизвестно, чем маркетологи Drupal'а руководствовались, то есть, по-прежнему, мне кажется, они часть комьюнити ни от кого не заберут, ни от Joomla, ни от WordPress, поэтому, ну, наверное, они что-то поняли. RESTful API добавили, то есть, можно теперь с сайта все запрашивать, если это включено, в JSON и в XML. Я не знаю, насколько в полной версии это было в седьмом реализовано, я им пользовался все для пары проектов, и то они не очень удались, поэтому, как бы, мы вот с Никитой как-то крест на Drupal'е поставили, хотя, ну, наверное, как бы кто-то пользуется и доволен. Ну, и, например, для фронт-энда теперь можно использовать Backbone, он прямо включен в Drupal, и, опять же, ну, вот я не знаю, если Backbone, мне что, теперь темы не писать, что ли? Я их опять напишу хреново, как я это привык делать, и ничего не будет использоваться, и можно практически на седьмой Drupal обратно переходить, и ничего не изменится. Ну, то есть, это утрировано все, конечно, но это довольно-таки спорный релиз, можно поучаствовать вот в этой бета-версии, то есть, ну... То есть, наш вердикт получается, что это один большой сильный косты для людей, которые, в принципе, могут свои оптимизированные костыли написать уже, и им уже не надо было. Ну, то есть, да, если ты хорошо знаешь PHP, ну, пиши ты уже просто приложение на EEE, там, Zend, или вот в том же Symfony. Зачем тебе еще Drupal? Ну, может быть, мы просто некомпетентны, мы как бы ни в коем случае не претендуем на гуру по PHP, или там... Поэтому мы сомневаемся, у вас хотим узнать. Да, да, напишите в комментариях, если вы в курсе, но вот пока так. Ну, к следующим темам, я думаю, о русском. Наконец-то, почему вы думаете, мы сидим с Яндекс.Браузера. Так бы не было, на самом деле, мы бы снимались на Safari, но год этому замечательному браузеру и... Да, два года. Два года замечательному браузеру, поэтому сидим. А так, да. Вот. Ну, здесь что главное сказать? Что, во-первых, ребята очень сильно работают. Очень сильно. Большая часть Chromium уже переписана бывает, добавлены свои какие-то модули. Да, да, да. Ну, мы тут видим какие-то огромные цифры, которые прям нам говорят о росте Яндекс.Браузера, что там на 46% интерес. Хай-тек. Хай-тек, полный дом, культура. В общем, все используют Яндекс.Браузер, переходят на него. Причем и женщины, и мужчины тут поровно примерно. Да. Вот. Ну, вообще, давай поговорим конкретно. Ладно, инфографика понятна, мы приложим вам ссылку, а конкретно что добавили. Ну, во-первых, появились чисто дополнения от Яндекс.Браузера. То есть, именно дополнения не те, которые мы ставили. Вот Chrome, из Chrome дополнения мы могли ставить раньше на Яндекс.Браузер. Мы сейчас можем. Мы сейчас можем, да. А сейчас именно Яндекс. Яндекс.Дополнения, так скажем. Вот, можно там поставить что-то, там, безопасный интернет, там, и так далее, и так далее. Да, Яндекс.Почта, Яндекс.Погода, Яндекс.Пробки. Все, кстати, классно показывает. Я доехал прям по ним. Балл падает. У нас в Челябинске к вечеру уже как-то все более лучше становится. Четыре балла. Но это, наверное, с московскими четырьмя баллами в сравнении не идет. Там, насколько я знаю, у них есть ранжирование. То есть, четыре балла в Челябинске, это московские, наверное, два балла, если не один. То есть, у нас пробки такие слабенькие. Ну, пока приятно. В общем, уведомления с ВК и Фейсбука тоже работают и приходят прям в сам браузер, если вы там настроили синхронизацию. Давай прям вот продемонстрируем это сейчас. Я попробую с тебя написать себе, пока ты говоришь о недобром. Или как там сказать? Да, о недобром. О недобром-то на самом деле следующее. Может быть, опять же, мы не сильно компетентны, но было представлено, что есть быстрый звонок по телефону. Быстрый звонок по телефону у нас не сработал, но может быть, из-за того, что мы на iOS, а там нужно связывать Яндекс.Браузер обычный с мобильным. Вот сейчас вы видите, как приходят с ВКонтакте под привет подписчикам и веб-дизайн. Вот так уведомления выглядят. Ну, так же с Фейсбука, можно с Твиттера, нельзя. Вот. Значит, ну, звонок я сказал, не очень у нас сработал. И просмотр... Пришлите нам в редакцию Android для таких тестов, чтобы мы как-то уже могли по-человечески с людьми разговаривать, а то все не знаем и не знаем. На нормальном уровне, да, а то мы как-то все в своей песочнице, там это самое. Вот. Ну и просмотр офисных документов тоже заявлен. То есть мы можем типа прямо из браузера нажать на .doc и он типа должен нам открыть его прямо на странице. Но, к сожалению, у нас опять же выдавало какое-то предупреждение. Даже тут непонятно почему. Причем мы пробовали и на Mac, и на Windows. И у нас... Сейчас в прямом эфире опять попробуем. Может в этот раз получится. .PPT презентация история древней Руси. Украины. Ой. Остро. Сейчас посмотрим. Вот. Вот. А, это PDF. Ну PDF-то работает, наверное. Ну... Нет. Украинцы не сделали. В общем, на ППТ давай Руси сделаем, да и все. Угу. Подожди. Ну... У меня слов нет. Нету таких. Скачать презентацию. Давай устройство компьютера попробуем, чтобы по-старому. Да. Вот здесь есть презентация и кнопка прям посмотреть. То есть они прям продумали, что все должно быть. Но после того, как мы жмем, здесь какие-то странные перенаправления. Презентация просто скачивается и непонятно, что тут надо нажать. Возможно, из-за того, что светлый five-school.narod.ru То есть если мы что-то попристойнее найдем, может быть, как-то да, но... Но как-то пока нет. Вот. Но это, в общем, пока Саша пишет. А я вам так скажу, что Яндекс.Браузер сам по себе, он работает достаточно быстро. Поэтому ребята это работают. Кроме того, что, ну, кроме вот этого всего, здесь все вот приложения, кстати, у нас все дополнения нормально встали, все работает, все погоды там и так далее. Расскажу... Кстати, еще... Да, скажи про книги электронные, пока я опять же захожу. Электронные книги на Маке мы 100% протестировали. Там они заявлено было, что ePub читает. То есть можно открывать прямо страницы. Да, ePub читает спокойно, браузер, без проблем. Прям вот даже посещенная здесь ссылка. Читали просто Пушкина. Друг к другу. Потому что Данте, кстати, гей. Да, дерзкой пламенной рукой белоснежную полную грудь. Я желал бы до ногой море не перешагнуть. Продолжаем. Ну, я не знаю, давай продолжим про Яндекс опять же. Да, новые сервисы у Яндекса вышли. Яндекс.Город, например, это такая прямая аналогия с Форсквером. Такой был стартап в Америке, сейчас уже успешный бизнес. Ваш город Челябинск, кстати. Я и забыл. Давайте поищем в городе Макдоналдс. У нас их всего три штуки, тут четвертый это МакАвто в одном из них. Нас пока это все не коснулось, хотя скоро их закроют, я так думаю, опять уже, обратно, как везде, да, как в всех нормальных городах. Ну, короче говоря, здесь есть отзывы, какие-то рейтинги, то есть все как на Форсквере, мне нравится это место, не нравится мне это место. Как добраться? Все на картах вам покажут, расскажут и так далее. Но он здесь мою геопозицию не очень понимает из браузера. Почему бы это? А отмечаться нельзя в нем? Отмечаться нельзя, я на самом деле себе на телефон поставил приложение, я тут не представляю, как сейчас вам это показать на экране, но нет, отмечаться нельзя. Это на самом деле практически зеркало Яндекс.Карт, и непонятно, чем оно лучше, ну, можно отзывы какие-то оставить, свой профиль там зарегистрировать, хотя практически, нет, все кроме все кроме отмечаний, то есть можно писать отзывы, говорить о том, что хей-хей, но собственно Форсквер же тоже разделился на Форсквер и Сворм, и отмечаться можно только в Сворме теперь, и поэтому все-таки ну зеркало с Форсквера, давай это так назовем, вот такой вот Яндекс.Город. Ну так, ну и что там счета у нас второе было? Яндекс.Мастер, черт, я закрыл вкладку. Нет, придется вручную. То есть это вот те ресурсы, которые они презентовали, я так понимаю, недавно? Я не представляю, когда это случилось, но это новые сервисы, потому что мастер бета все еще. Это веб-сервис для того, чтобы вызывать себе на дом внимание, курьерские поручения, переезды, компьютерная помощь, ремонт, подключение техники и так далее. То есть, ну это сейчас работает в Москве и в Петербурге, есть и приложение, и веб-сервис. То есть, если вы хотите стать партнером, у вас какое-то агентство по ремонтам дома, там и так далее, вы можете здесь зарегистрироваться и к вам можно будет подать заявки. То есть, это по аналогии с Яндекс.Такси. Яндекс просто, ну, окучивает наши российские рынки, потому что они не заняты, у них есть ресурсы, чтобы сделать удобные сервисы для доступа и брать какой-то свой процент. Я думаю, все бы хотели оказаться на их месте сейчас. Причем, я думаю, у них самое главное, что у них есть вариант пропиариться еще хорошо, потому что такой гигант, который может, ну, просто вкинуть свою идею и она будет всеми подхвачена все равно, потому что все про него знают. Ну, да, то есть, это и есть главный плюс, когда у тебя есть какая-то аудитория, ты можешь распространять свои товары, услуги и лоббировать их, включать насильно. В следующей версии Яндекс.Браузера мастер здесь как виджет, наверное, уже будет прям. Когда в Челябинске будет доступен, ну, в списке уже есть этот виджет, не знаю. То есть, тут как бы да. Ну, давай, и что? К самому прям насущному. К самому насущному. Во-первых, это вы видите перед собой страницу, публичную страницу YouWebDesign, вот, на которую вы можете подписываться спокойно и получать новости, приколы голых девушек. Так вот, но самое главное, что теперь на ВКонтакте добавились фоторедактор изображений, добавился. Спокойно нажимаем редактировать на изображение и можем менять фильтры, как обычно, но это уже было, я точно помню, что это было. Можем менять блюр-эффекты, добавлять обрезки, вот самое главное, параметры. В параметрах мы можем изменять контраст, резкость, насыщенность, сепию и вообще, ну, в общем, то есть, вам теперь не надо учить фотошоп, там еще что-то, просто берете, загружаете ВКонтакте и нормально вам. Вот. И показывайте заказчику, как это будет выглядеть. Да и, собственно, тут и оставляете, потому что вам за это, скорее всего, не заплатят. К сожалению, да, так хотелось бы делать все на ВКонтакте. Можно даже, кстати говоря, Яндекс.Браузере правой кнопкой найти эту картинку в Яндексе. Он нам сейчас покажет, откуда мы сбаянили этот прикол. Так, и мы видим кучу, на самом деле, ресурсов, с которых мы могли сбаянить, но мы конкретно сами, ну нет, сами мы его не делали, но да. Вот отсюда. Вот это. Хамит 17, Минали, Галери, Ком. А я подписан на этот ресурс. Да, в общем, вот так сегодня у нас все, скорее всего. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал в Твиттере, на канал на Ютубе. Обязательно посмотрите нас в iTunes, сейчас вам напомним, как это делается. Моя музыка Агата Кристи. Вау. Солнышко передает привет зайке. Поцелую щечку. Подкасты. Радио Т. Так, это не мы пока, к сожалению. iTunes Store, видео, и мы здесь прям сразу в новых и рекомендуемых. Ювеб Дизайн, все веб Дизайне и разработке. Заходите, подписывайтесь, ставите звездочки, оставляете отзыв, и мы где-нибудь здесь в топ-видео подкастах будем на первом месте, или на втором, сразу после Гоблина. Помогите нам, спасибо. Не, ну, если даже нас там вдруг нет в новинках и рекомендациях, просто в поиске пишите Ювеб Дизайн и мы выпадаем. Да, все ссылки смотрите в описании к видео на YouTube и всем удачного дня, пока. Пока.